Когда мы впервые услышали про самый доступный кроссовер Renault Duster, то подумали, что французы просто немного приподняли Логан над землей и снабдили его полным приводом, на котором можно заехать не дальше разбитой грунтовки. А еще в голове крутилась мысль о том, что дешевое не может быть хорошим. Это все равно, что сделать операцию на пересадке сердца в домашних условиях, потратившись только на бинты и зеленку. Однако, как выяснилось, мы ошибались. И так обо всем по порядку. Бывают автомобили, которые ассоциируются с определенными людьми. Например, мини очень напоминает мистера Бина. А Renault Duster, в свою очередь, особенно передняя его часть, очень похожа на главу Российской Федерации Владимира Путина. Он как бы говорит, буду краток, даешь полный привод каждому. К тому же этот автомобиль собирается в России. Раз уж поставлена задача обеспечить всех и каждого полным приводом, то это значит, что Duster должен быть доступным. Поэтому, чтобы не тратить деньги на разработку новых деталей, 70% компонентов автомобиля заимствованы у существующих моделей. Например, интерьер почти полностью взят у того же Логана. Поэтому не стоит ожидать здесь изысканных дизайнерских решений, мягкого пластика и внушительного списка опций. Климат-контроля нет и в топовой версии, только кондиционер. А к регуляторам печки нужно привыкать. Иначе сходу трудно понять, какой режим мы выбрали. Непривычным для нас было и то, как включается звуковой сигнал. Не в центре руля, как это обычно бывает, а в торце подрулевого переключателя. Есть и еще пару признаков экономии. В принципе, за рулем Duster можно устроиться довольно удобно. Но прежде чем найти оптимальное положение, нужно немного поиграть с регулировками. Потому что руль настраивается только по углу наклона. По вылету регулировки нет. А сидение... Мы нашли регулировочку по высоте, но есть один нюанс. Допустим, чтобы опустить сидение, ничего особенного не требуется. Просто нажимаете лапку, и оно само опускается. А вот чтобы поднять, нужно немножко усилий взяться за руки и подтянуться. Только тогда можно поднять сидение. Что касается посадки задних пассажиров, то места здесь вполне хватает. Голова в потолок не упирается, коленями уши не закрываешь. А большего от бюджетного кроссовера никто и не требует. То же самое можно сказать и про багажник. В полноприводных версиях объем равен 408 литрам. Шторка складывается и раскладывается полностью вручную. Что, конечно, не очень удобно. А вот под полом багажника присутствуют элементы барской жизни для бюджетного класса. Полноразмерная запаска и небольшой органайзер из мягкого материала. А теперь расскажем о том, чем Дастер нас по-настоящему удивил. Перед началом теста мы довольно скептически относились к его способностям на бездорожье. Ведь кроссоверы изначально не созданы для серьезного оффроуда. Но француз всем своим видом давал понять, что рано его записали в разряд отстающих. И в самом деле. Свесы у него короткие, дорожный просвет 210 мм, длинноходная подвеска, ниссановский полный привод с возможностью блокировки межосевой муфты. Чтобы проверить весь этот арсенал в действии, мы при первой же возможности свернули на бездорожье. Размявшись на песчаных дорожках, Дастер без проблем преодолел полуметровый брод. Затем нас ждал участок дороги с довольно глубоким и вязким песком. С первого раза пройти этот отрезок не удалось, так как обороты двигателя были на отметке 3-4 тысяч. И 135 л.с. двухлитрового мотора оказалось непросто бороться с вязкой почвы под колесами. Но затем мы взяли разгон побольше, обороты двигателя загнали повыше и без проблем одолели глубокий песок. Дальше были препятствия, больше предназначенные для настоящих внедорожников, чем для кроссоверов. Однако Дастер уверенно справлялся и с крутыми подъемами, и с водными преградами, и с другими тяжелыми участками полосы препятствий. И каждый раз, когда мы думали, что теперь-то уж точно придется идти за тросом, француз неустанно доказывал нам, что его способности куда больше, чем мы думали. Неудивительно, что Рено Дастер создан как минимум для среднего бездорожья. У него проверены временем полный привод от Nissan X-Trail, короткие свесы и вполне себе внушительный дорожный просвет в 21 см. И, надо сказать, вне асфальта он может позволить гораздо больше, чем это кажется на первый взгляд. И, скорее всего, больше даже, чем вы сами себе сможете на нем позволить. Это значит, что, скорее всего, вы вряд ли нащупаете предел возможного для этого кроссовера, из-за того, что сами морально не будете готовы бросить Дастер в тяжелое испытание. Может, внешне он и не столь слащавый, как многие современные кроссоверы. Может, и интерьер у него простой. Может, и на воротов меньше, чем в некоторых малолитражках. Зато Дастер доступнее большинства легковушек и на бездорожье может дать фору многим своим одноклассникам. Именно это сочетание является основным козырем французов.